Сегодня состоялось заседание общественного совета при администрации главы Чувашской республики. Говорили об информационной открытости администрации главы республики. Существует множество средств доступа к официальной информации органов власти республики. На официальном портале органов власти Чуваши также размещается немало сообщений. Члены совета обсудили ситуацию о наличии множества страниц главы Чуваши или его пресс-службы в социальных сетях. Руководитель пресс-службы Ольга Иванова уверенно заявила, что все они являются лжеаккаунтами. И единственным официальным она назвала твиттер глава Чуваши. Министр сельского хозяйства Чуваши побывал на картошке. Сергей Павлов лично проверил, как идет уборка этого любимого в России корнеплода и заодно рассказал журналистам, что вообще посеяло и пожало Чуваши в этом году. Большая часть урожая зерновых и зернобобовых, а именно 95,5% уже не на полях, а в амбарах. Уборка этих культур в Чуваши завершается. Но работу аграрии в ближайшее время не убавится. Идут работы по севуозимых культур. Задачу мы поставили это 100 тысяч гектаров посеять план в этом году. На сегодняшний день посеяно 37,5 тысяч гектаров. Если по сравнению с прошлым годом, то это где-то 2,5 раза больше. Но здесь сильно радуются. Я думаю, что не стоит. В плане того, что в прошлый год у нас были погодные условия не очень хорошие. Постоянно пошли дожди, не могли сеять. Но с учетом погодных условий этого года, я думаю, что пока идет неплохо. Вот 5 тысяч гектаров в день мы сеем. И задачи до 15 сентября основной сев о зимых культур завершить. Кроме о зимых, потрудиться представителям аграрного сектора предстоит и над картофелем. Его в республике еще только начали выкапывать. Второго хлеба уродилось достаточно, однако погода наложила свой отпечаток на урожай. Вы знаете, что была засуха. И особенности пострадали 4 района у нас, южные районы. Это Баттерский, Яльческий, Комсомольский, Шамушинский. А так в целом где-то в 13 районах у нас представили документы по гибели урожая. 28 тысяч гектаров зерновых и зернововых культур, они у нас погибли. И мы документы предоставили Москву. Впрочем, несмотря на все неблагоприятные условия, отметил министр по объему производства, на уровень прошлого года регион, вероятно, выйдет. Ольга Пырычкина, Евгений Анисимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова